Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем о неприятных сюрпризах, с которыми мы можем столкнуться на нашем винограднике, а именно увядание побегов. Сразу говорю, что съемка производилась в разное время, поэтому степень развития побегов вы тоже можете увидеть разную. Вот смотрите, росли себе побеги, росли. На них рукавах все хорошо. Вот. А на других рядышком, видите, взял резко и завяло. На самом деле проблема будет в рукаве вот здесь. Вот еще один пример. Вот себе кустик рос и вот стал резко вянуть. Вот смотрите, это побег этого же куста, только с другого рукава. И вот он чувствует себя абсолютно хорошо. Ну, тут или Град его побил, или какая-то гусеница поела. Но он вполне бодренький. Да, видно, гусеничка его ест вон следы. В отличие от вот этих вянущих собратьев, ничего мы здесь не сделаем. Кроме того, как можем все это удалить. Других побегов нету. Здесь поэтому можем удалить целый рукав. Это уже более старая древесина. Вот этот кусочек поворачивала на другую сторону. Специально их нарезала частично, чтобы можно было увидеть повреждения. Вот следующий кусок. И смотрите, вот еще отрезаю. И что мы видим здесь? Видите? Вот обратная сторона. Он еще зеленый. А здесь уже все. Все высохло. Поэтому обрезаем этот рукав дальше. До момента какого-то живого места. Если оно будет нет, значит под корень. Тем более, что вот у нас с той стороны. Вот еще один рукав этого же куста. И специально еще раз останавливаюсь. Смотрите, вот сухое место. То есть я вот еще отрезала. Вот здесь уже камера капризничает. У меня не хочет фокусироваться. Но видно, что более зелененькое. По сравнению здесь коричневое. И здесь зеленое. То есть вот оно основное место повреждения. Ну, как правило, происходит это из-за скачков температуры. Когда был минус, потом плюс. Или наоборот, плюс, потом минус. Возможно, это как-то весенними заморозками прихватило. Возможно, это прошлыми осенними дало такой эффект. Кто знает, но тем не менее, явление такое есть. И как обещала, это кадры прошлого года. Как видите, уже была хорошо окрашена ягода. Но еще не совсем созревшая. Несколько побегов завявших. Тоже они очень резко начали вязть. То, когда это явление себя проявит, зависит от степени повреждения. Чем оно больше, тем раньше это проявится. И от погоды. Чем погода стоит суше, тем тоже оно проявится раньше. Ну, как видите, осталось здесь пустое место на шпалере. Конечно, желаю вам, чтобы вы с этим вообще никогда не сталкивались с таким неприятным явлением. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения, не задавайте вопросы. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч. До новых встреч.